Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели. Давайте проверим связь, и всё ли хорошо видно и слышно в вашей ручке или огонёчке. Будьте добры, пожалуйста. Надеюсь, всё хорошо. Если вдруг что-то в процессе изложения материала будет кому-то непонятно, не видно, или что-то пропадает там со звуком, дайте, пожалуйста, знать. Хорошо? Спасибо большое. Итак, тема, которую сегодня я решила предложить для нашего обсуждения, это метафора. Достаточно известный вам всем термин, и применяется он как в прямом, так и переносном смысле к различным темам, проблемам. Я вот в частности предлагаю вам рассмотреть метафору как вербальное, то есть словесное средство познания мира дошкольниками и младшими школьниками. И нашу встречу я хотела бы предварить словами известного вам российского, правильнее было бы сказать советского писателя, фантаста, изобретателя, автора знакомой вам методики, так называемой теории решения изобретательских задач или теории развития технических систем, сокращенно ТРИС или ТРТС, автор так называемой теории развития личности творческой, это ТРТЛ, это Генрих Саулович Альтшулин. Его знаменитая цитата классическая, что каждый ребенок изначально талантлив и даже гениален, поэтому его нужно научить ориентироваться в современном мире, чтобы при минимуме затрат достичь максимального эффекта. Так вот, на мой взгляд, вот этот самый максимальный эффект, о котором говорит известный писатель, этот эффект достижим при умении аргументировать, сравнивать, познавать, выражать свои мысли, формулировать идеи и так далее. Казалось бы, такая мега задача, которая ставится и в школьной программе обучения образования, и в дошкольных учреждениях, но не обойтись в этом случае, конечно же, без средств выразительности языка. Верно? Я постараюсь в сегодняшней встрече как раз и доказать то, о чем сейчас говорю. Средства выразительности речи мы обычно условно делим с вами на языковые и неязыковые. Сегодня мы обратим внимание с вами как раз на языковые, то есть те, что делятся на лексические, морфологические, интонационные и так далее. Неязыковые вам тоже знакомы и в практике работы со своими малышами. Вы знаете, что можно работать и над походкой, и над жестами, и позой, мимикой, пантомимикой и так далее. Как сказал Михаил Ростиславович Львов, Выразительность в устном варианте речи, это, конечно, богатейшие возможности и интонации, и пауз, и тона, и тембра, тому всему в совокупности мы с вами должны начать обучать детей уже с детства. Выразительность речи, когда мы обучаем детей, да, вот этому свойству речи, одна из проблем, которая не только известна педагогам дошкольного, но и школьного образования, в том числе среднего и старшего школьного звена. И под выразительностью мы обычно с вами понимаем не только эмоциональную окрашенность речи, звучание, да, которое достигается, допустим, между метями, силой или тембром голоса, но и образностью слова. Конечно, ребёнок достаточно быстро может научиться использовать такие части речи, как существительные глаголы, они первыми усваиваются объективным образом в жизни на речи, но вот прилагательные чуть реже, да, они не так часто используются детьми, а вот как раз прилагательные они обладают таким вот отражательной такой способностью в плане характеристики описания окружающего мира и явлений, событий и так далее. Поэтому для того, чтобы ребёнка мотивировать на использование именно образных характеристик в речи, которые в первую очередь выражаются прилагательными, нам с вами необходимо поставить задачу, связанную с его творческой речевой деятельностью. Это тот вопрос, которому я, по-моему, на наших встречах постоянно с той или иной грани, в том или ином аспекте стараюсь коснуться. Вот такая деятельность будет успешна при условии, если ребёнок поймёт, как, таким образом, он может строить фразы с образными характеристиками. И только тогда он получит удовольствие от этой деятельности. Не забываем, что мотивация в любой форме деятельности, она прежде всего для детей, вот с тем контингентом, с которым мы с вами работаем. И позвольте тоже сослаться на подтверждение своих выдвигаемых положений, сослаться на мнение известного лингвиста, учёного и педагога Николая Сергеевича Рождественского, который в своё время говорил, что к выразительности речи мы относим не только эмоциональную окрашенность, но и умение внятно, убедительно, и в то же время по возможности сжато выражать свои мысли и чувства, владеть интонацией, выбором слов, строить предложения, подбирать факты, примеры, и тем самым действовать на слушателя и читателя. Я хотела бы сегодня поговорить с вами об элементах технологии, которую не я придумала, я немножечко её, возможно, где-то видоизменила и сообразно поставленным целям и задачам, которые сегодня у нас с вами на встрече есть. Авторами методики такой являются Сидорчук и Хоменко. Технологии развития связной речи – это прежде всего обучение детей создания образных характеристик объектов. Почему мы сказали, что образные характеристики в основе описания окружающего мира лежат? Это сравнение, загадки, метафоры. Начинаем, конечно же, от сравнений метафор и составления дошкольниками рифмованных текстов в различных их вариантах. Вот на этом мне хотелось бы сегодня сакцентировать своё внимание, ознакомить вас с принципами, критериями и алгоритмами того, о чём здесь мы всё обозначили. Вот когда мы говорим о той методике, предложенной вашими коллегами, мне хотелось бы ещё сказать об этапности внедрения этой технологии. Ну, во-первых, конечно же, первые два этапа я обозначила на слайде, а вот третий, четвёртый этапы, они, конечно, уже связаны с средним школьным звеном. Если младший классом рассматриваем, это уже четвёртый класс, это творческие рассказы и по картине, это и составление текстов сказочного содержания, неких сценариев. Эта уже задача посложнее для деток более старшего возраста. Для того, чтобы овладеть моделью составления сравнения, она представлена сейчас вам на текущем слайде, мы вспомним с вами, что первый этап – это образные характеристики объекта, их описание и выделение в объекте. И мы, конечно, начинаем вот с того, что представляет собой сравнение. Затем мы отрабатываем умение детей составлять разнообразные загадки и уже составлением в целом метафор. Важно начать с этого этапа, поскольку метафора – это скрытое сравнение. Если вы помните из школьного определения, простое такое определение. Если мы усваиваем с вами алгоритм составления сравнительных конструкций, конечно, детям будет уже проще овладеть более сложными средствами связи и образности в языке – это метафорами, загадками, что, конечно, уже в дальнейшем поможет средним и старшим школьным звене справляться с аналогичными заданиями, аттестационными, предлагаемыми на ОГЭ и ЕГЭ. И вот эта модель, она уже должна быть заложена у них в голове. Когда мы обучаем детей до школьного возраста, составление сравнений обычно задают вопрос, какого примерно возраста. Два с половиной, три года – это уже самое благодатное время, когда можно усваивать эти конструкции. И упражнения проводятся не только, скажем, на организационной платформе образовательной деятельности по развитию речи, но и в самостоятельной деятельности в том числе. Ну, элементарная модель сравнения, когда мы… Вот табличку я пока даю вам такую пустую, дальше мы будем с этой табличкой работать по разным моделям. В первом столбце – это объект, который мы описываем, и характеристики выделяем. Второй столбец в этой табличке – это уже то, что признаки основные, которые мы выделяем для сравнения объекта. Модель составления вот такова. Ну, если, к примеру, обратиться, да, вот по табличке, которую я предложила, скажем, возьмем объект 1 цыпленок, да, по цвету какой признак мы можем? Конечно, желтый, да, по значению признака. Что может быть желтым еще в доступе визуальном у детишек наших? Это, конечно, ну, наверное, одуванчики, да, или солнышко. Цыплята похожи на кого или что? На солнышко, одуванчики и так далее. То есть вот те параллельно известные детям предметы, которые обладают вот с таким ведущим признаком. Цвет, форма, вкус, запах, температура и так далее – вот те самые признаки, которые мы с вами копим и помогаем детям выделять для того, чтобы составить эту конструкцию. Ну, казалось бы, да, на первый взгляд, фраза, произнесенная воспитателем таким образом, кажется громоздкой, да, несколько нелепой, но именно повторы такого вот сочетания, они позволяют детям понять, что признак – это то понятие, которое более общее, да, чем значение данного признака. До 4-летнего возраста мы можем побуждать детей к составлению сравнений по заданным признакам, которые воспитатель уже дает в готовом виде. Чуть старше детки, уже с 4,5-5 лет, в тренинге мы можем усложнять. То есть в составляемой педагогом-воспитателем фразе может признак не произноситься, остается только его значение, ну, например, одуванчики желтые, как цыплята, да, дальше продолжать дети. Или в сравнениях мы усиливаем характеристику второго объекта. Подушка мягкая как, или там такая же, как только что выпавший снег, да, то есть снег мы сравниваем, или подушку со снегом. Здесь объекты для сопоставления берем, дети сами даже подсказывают, да. В этом возрасте детям дается, конечно, больше самостоятельности при составлении сравнений, поощряется, естественно, инициатива в выборе признака или признаков, и тех, что подлежат как раз сравнению. Чуть старше, с 5,5 лет примерно, дети учатся уже самостоятельно делать сравнение по тому признаку, который воспитатель дает. Воспитатель указывает на объект, мы, предположим, дерево, да, и просим детишек сделать сравнение с другими объектами по цвету, по форме, по действию. Ну и ребенок уже сам выбирает какие-либо значения данного признака. Ну, например, по цвету, да, золотистая, если осень, да, как монетки, листья сравниваем. Золотистая выбирает, например, ребенок, если это осеннее или весеннее дерево и так далее. Таким образом, мы постепенно, обучаясь на построение сравнительных конструкций, подводим ребенка к явлению метафоры. Понятно, что сам термин не обязательно употреблять в детской аудитории. Можно один раз сказать или дать через определение, что такое метафора, да, как сравнение, скрытое сравнение. Ну, постепенно дети взросли и уже могут этим термином овладеть. Ну, поначалу, скорее всего, и не запомнить. Главное, чтобы запомнили сам алгоритм того, что собой это представляет. То есть, когда свойства одного предмета мы переносим на предметы или явления на основании какого-то схожего признака. Признак, который является общим для двух сравнимых объектов. Вообще, в традиционной педагогике, как вы знаете, работа с метафорой обычно сводится к таким простым рекомендациям, типа побуждать детей делать сложные сравнения или учить детей раскрывать смысл метафоры и так далее. Ну, вот мое личное мнение, конечно, что при таком подходе нельзя гарантировать, что дети будут составлять фразы метафорического плана в описательных рассказах. Ну, тем более в реальной жизни. Вот те мыслительные операции, которые позволяют составить метафору, вполне усваиваются легко одаренными детьми уже в возрасте 3,5-5 лет. Основная цель наша при этом, конечно, создать условия для того, чтобы была усвоена основная модель составления метафоры. Почему? Потому что метафора может лежать уже в основе загадок. Загадки – это уже более сложное явление, которое требует умственных усилий, чтобы отгадать или составить эту загадку. И поэтому целесообразно использовать некий такой простой алгоритм, который я предлагаю вам на слайде. И мы с вами даже сегодня потренируемся составить эти метафоры. Ну, например, берем мы с вами объект, любой, скажем, радуга, про него составим метафору, и выявляем основной признак. Наверняка все выделят радуга, обычно это разноцветность, ее основной признак. Выбираем объект 2, который мы будем сравнивать с радугой, с таким же свойством, например, цветочная поляна. Место расположения объекта 1 – это, конечно, небо. Радуга на небе после дождя появляется. И для метафорической фразы нам с вами уже необходимо внедрить в эту конструкцию объект номер 2. Ну и указать местоположение. Цветочная поляна – небо после дождя. Составляем предложение с этими словами. И у нас получается цветочная небесная поляна ярко засияла после дождя. Красиво. Пусть даже некоторые фразы поначалу будут нелепыми. Пусть это будет в игровой форме. Ни в коем случае замечание, что это некрасиво, так не бывает, не делаем. Конечно же, потому что есть свой взгляд, свое видение детьми мира. Наверное, такой взгляд, которому нам, взрослым, еще стоит поучиться. Почему я говорю, что такие замечания могут очень болезненно восприниматься детьми, я сужу просто по собственному ребенку, который выполнял задание в младшем, правда, школьном звене. Вот как раз шло описание некой картины, которую позаботился педагог, чтобы детишки где-то уже похожие не взяли. И вот такой вот натюрморт, не натюрморт, что-то не помню. Но стоял, значит, был изображен ананас, и ребенок написал в сочинении вот там ананас, очень похож, там шкурка ананаса напоминала ему черепаший панцирь. Я как-то не проверяла задание сына, но он пришел немножко расстроен, что вот был вопрос поставлен, что за панцирь, как-то вот очень так болезненно. Вы знаете, у меня довольно-таки долго ребенок не хотел сравнивать. Я пыталась ему подчеркнуть, что это очень оригинально. Ты знаешь, я даже не обращала внимания, действительно панцирь черепаший, да, может быть, нелепая какая-то вот такая конструкция получилась, но ведь признак-то выбран, сравнение есть. И мне, конечно, дорогого стоило переубедить всегда то, что сказано Марьей Ивановной, сложно, согласитесь, да, потому что, слава богу, воспитатели-педагоги у нас авторитетом пользуются у детей, это очень важно, это дорогого стоит. Но вот такой момент мотивации, к сожалению, был утрачен, но потом в игровой форме я это подправила. Мы потом сочиняли различного рода сравнения, вместе смеялись. Но мне кажется, что даже вот такие фантазии, которые не могут быть реалистичными нам с нашей точки зрения взрослого, носителя современного русского литературного языка, любую конструкцию нужно поощрять и подсказывать, или направлять. Но ни в коем случае не говорить, что это неинтересно и некрасиво. Давайте рассмотрим с вами алгоритм составления метафоры, который был в практике с детишками проведен. И вот было такое задание дано, зимний пейзаж представлен, где на заснеженных елях сидят вот такие красивые снегири. Детишкам было дано задание составить метафору как раз по поводу этих птиц. Обычно такого плана игры организовываются в виде обсуждения, и в качестве пособия, в данном случае, воспитатель использовал лист бумаги, на котором была обозначена последовательность таких мыслительных операций. Начинается, конечно же, с простого. Диалог я вам представила примерный, что изображено. Дети, даже если не знают наименование птиц, тут же мы их подсказываем, снегири. С, например, можно схематично изобразить этот диалог. Мы к этой схеме еще чуть позже перейдем. Хорошо, а что напоминают или кого напоминают эти птицы? Здесь дети, конечно, подсказывают. Они круглые, пушистые, красные. Воспитатель уточняет красногрудые. Ставим, например, букву К в этой схеме. Что еще бывает с такими красными бачками или красной грудкой? Здесь уже сравнение могут быть и с вишней, и с яблоками, и с фруктами, и с чем удобно, с мячиками и так далее. Какие снегири? Что можно еще по поводу них сказать? Что вот они на заснеженных елках и так далее. И объединяем все эти слова вместе с елями и произносим два слова подряд. Яблоки заснеженных елей. Вот как интересно можно с детьми вместе охарактеризовать этих птиц. Снегири – это яблоки заснеженных елей. Кто составит предложение с этим интересным сочетанием слов со снегирями? В зимнем лесу появились яблоки на заснеженных елях. Яблоки зимнего леса радовали глаз лыжников. Вот такая схема, которая параллельно, синхронно с обсуждением вместе с детьми. Воспитатель представляет им же, потому что очень интересно, они наблюдают сам процесс, подсказывают, они корректируют действия воспитателя и так далее. Это процесс, это не просто игра, это уже образование, это процесс познания. Поэтому метафору, конечно, мы с равным правом можем наделить как словесным вербальным средством именно познания того, что нас окружает и как детки это описывают. Вот такая схема представилась. Ее можно, естественно, видоизменять в зависимости от того, что вы именно алгоритмизируете. И далее, конечно, мне хотелось бы вот уже в табличном варианте вот этот вариант представить на другом примере. Ну, скажем, снег, признак действия объекта. Мы взяли снег, объект второй – это мороженое, которое напоминает нам снег. Где они обычно находятся? Снег, снег на улице. Соединяем местонахождение объекта один с объектом два. Снег на улице и мороженое. Снежное мороженое. И составляем загадочную фразу, у кого она красивее, объемнее. Можно мотивировать детей по-разному. На улице детишки построили крепости снежного мороженого, например. Таким результатом работы был процесс создания фразы с детьми. Итак, еще раз. Как строится метафора? Выбор объекта. Я вас медленно подвожу к загадке, да, скажем, объект, который светит, горит, висит. Можно описать его по форме и так далее. Мы называем действие и на что похоже. И всем известная классическая загадка, да, того, что представляет собой, висит груша, нельзя скушать. Таким образом мы с вами осваиваем метафоры, которые излишат в основе составления загадок. А теперь я обращаюсь к вам, к слушателям. Дорогие слушатели, давайте потренируемся с вами и придумаем метафору вот к этой картинке. У кого какие метафоры возникают? Ну, у вас уже, естественно, алгоритм проще, потому что объекты можно разные для сравнения. А мы потом сравним с теми детскими метафорами, которые получились при предъявлении им вот таких картинок. Пожалуйста. У кого какие варианты? Пожалуйста. Не вижу. Не вижу в чате ваших вариантов. С чем мы сравниваем отцом? Солнышком. Дети в основном дают такой ответ. А где находится обычно подсолнух? В огороде. И в итоге у детишек вырисовывается такая метафора, как огородное солнышко. Хорошо с заданием. Да, да, вот уже солнышко, но вот огородное солнышко. Такая метафора была дана детьми. Уважаемые слушатели, вторая картинка. Пожалуйста, как вы думаете, какая метафора у вас может родиться? И какая родилась у детишек? Да, подсолнух, как солнышко, совершенно верно. Луна, как сыр, верно. А метафору, метафору. Пока вы на уровне сравнений. А я прошу вас сделать уже метафору. На основе сравнений. Мы уже с вами имеем сыр, верно. Луна, как сыр, совершенно верно. А где находится у нас сыр мышеловки? Сыр мышеловки, верно. Но это тоже взрослое, да? Переносное значение слова. Так. А где у нас луна находится? На небе. И детишки дают в основном ответ, что это небесный сыр. А вот очень красиво. Солнце подсолнухов светит на поле. Крыса грызет подсолнух Луны. Лунный сыр. Очень замечательно. Спасибо, Алина, большое. Лунный сыр. Или небесный сыр, детишки сказали. Потому что признаком второго объекта они выбрали небо. Луна находится на небе. Луна похожа на сыр. Вот небесный сыр. Или лунный сыр. Вообще красота, да? Космический сыр, если космосует. Замечательно. Давайте посмотрим третий объект. Казалось бы, вещи, которые нас окружают. Как вы определите метафору, связанную с расческой? И сравним с заданием, выполненным детишками 4,5-5 лет. Итак, что напоминает нам расческа? Где она обычно, расческа? Расческу мы носим. Ежика напоминает, верно? Еще. Так, да, ежик. Странно. Дорожка к заборчику. Хорошо, отлично. Так. Да, заборчик напоминает. Угу. Прическа, гребешок. Отлично. Отлично. А метафору? Метафору, дорогие мои, метафора. Дети определили расческу, как карманные грабельки. Правильно, вот уже такой вот мужской, да, грабли. Забор, совершенно верно, подсолнух постригли. Так, вот карманные грабли. Именно так расческу охарактеризовали детишки. Задание посложнее. Младше школьники. Давайте сравнимся и по волшебной дорожке. Замечательно. С первой картинкой, на которой, казалось бы, изображен вулкан. Что он напомнил детям? Вот первоклассники в своих сочинениях давали такое сравнение. Что детишкам напомнил вулкан, как вы думаете? Из обычного окружающего, бытового окружения. Итак, с вулканом. Что может у детей? Дым, как у паровоза. Хорошо, дым. Костер дымит. Чайник. Молодец, молодец. Вот дети как раз дали определение кухонный вулкан. Чайнику, кухонный вулкан. Вот такие первоклассники дают у нас метафоры. Давайте перейдем вот к этой картинке. Как вы думаете? Как дети охарактеризовали, описали вот то, что изображено на данной картинке? О, дымная гора. Красиво. Дымная гора. Замечательно. Так, слезы. Правильно. Тучка плачет. Замечательно. Облако плачет. Хорошо. Дети, девочки написали грустный дождик. Отлично. Облако плачет. Дети написали небесные слезки. Небесные слезки. Или кто плачет? Почему дождь идет? Мама, а кто на небе плачет? Вот такие иногда вопросы. Мы, наверное, часто слышим. Ну, это такая вот шуточная картинка метафора, как вы думаете? Очень знакомая у нас. Облачные слезы, грустный дождик. Замечательно. А вот как вы думаете, что детишки написали по поводу, ну, такое метафорическое далее, описание вот этой картинки? Подъем. Так. Если мы перейдем к объекту, а не к действию. Кукарекающие часы, петушиный звонок, кукарекающий будильник. Детишки про будильник сказали, что это настольный петушок. Настольный петушок. То есть здесь будильник – основной объект. Будильник что делает? Будет. Кто еще встаешь с петухами, не плачешь с дождем, туманы твои не исполнены пеплом. Замечательно. Замечательно, какие у нас педагоги, воспитатели. Рада за ваших детишек. Я думаю, потенциал такой, что дети у вас очень легко освоят метафору. Посмотрите еще, насколько наши дети с вами от природы очень талантливые. Дождь капает, как слезы. Дождь капает, как слезы. Ну, мы тут, понятно, с точки зрения литературного языка не будем им давать разницу между капает и капает. Здесь, кстати, правильно. Дождь капает. Когда мы сравним с объектом, дождь идет из туч, место расположения объекта. Ну, вот про закат. Закат пылает, как костер, сразу вспоминается. Да, есенинские сравнения, эпитеты даже. Да, закат находится на вечернем небе, это место расположения объекта. То есть вот признак, который задает воспитатель, детишки очень быстро и точно показывают. И словосочетание, общее из двух метафор, это костер вечернего неба. Метафорическая фраза «за лесом пылал костер вечернего неба». Казалось бы, сложно, да? Но если мы по ступеням, поэтапно вот такие сравнения даем и обучаем их итоговому вот такому конструированию фразы, я думаю, освоить это будет достаточно легко. Какие игры и творческие задания, как раз связанные с развитием выразительности, образности, речи, можно предложить детям? Ну, вот в прошлую встречу, если кто-то, может быть, из слушателей присутствовал, я говорила о так называемой картотеке игр. Конечно, готовая картотека, она у вас появляется с вашим опытом. Лично у вас есть своя картотека. Вы ее пополняете, прослушивая вебинары, листая интернет и знакомясь с опытом своих коллег. Поэтому вот вашу картотеку игр я с краткими методическими рекомендациями предлагаю вот такие игры, цель которых, конечно, выделять, например, признаки объекта, цепочка. Когда можно показать изображение самого объекта, назвать его, дети сами с удовольствием подсказывают. Затем мы эту картинку передаем другому ребенку, он называет еще один признак и передает следующему. Не важно, что они будут друг за дружкой, может быть, повторять. Но если из всей группы, да, вот обучаемых наших, 3-4 признака выделятся, это уже хорошо. Единственное, что воспитатель, педагог может рекомендовать, не повторяемся. Вот что напоминает цепочка. Вот здесь уже с 2,5-3 лет можно эту игру проводить. Угадай по описанию. То есть здесь уже можно объект описать с изображенным неким объектом по только одному из детей. А ребенок уже, не называя сам объект, описывает основные признаки и остальные угадывают о ком или о чем идет речь, того, что изображено. И, соответственно, ведущий описывает объект, можно от общего к частному или от частного к общему. Здесь уже неважно, какое они выберут направление. Далее выбираем признак, который есть у других объектов. Смотрите, мы усложняем задание для того, чтобы эти конструкции научить легко усваивать. Здесь мы можем уже выделять то, что свойственно многим объектам, и то, что специфично. В другой игре здесь уже можно разные значения, но подбирать по одному признаку. Например, цвет может быть, какой вот цвет родовой понятия, и дальше сами цвета перечисляем. Что может быть светящимся, что может быть холодным. Холодным может быть не только температура вещества, да, цвет тоже может быть холодным. И здесь мы уже, конечно, приучаем постепенно детишкам к переносным значениям слов. К переносным значениям слов. Следующая игра. Кто или что делает так же? Кто или что делает так же? Здесь мы учим детишек выявлять признаки объекта уже по функции, по части к целому. Ну и учим составлять, усваивать модель как, то есть похож на что-то, да, но не. Какой, то есть тоже находим в соответствующем объекте, но не это. Что делает так же? Вот три модели практически, я подвожу вас к трем моделям, которые детишки осваивают уже чуть более старшем возрасте, да, средний и дошкольный возраст. Ну вот здесь как раз в рекомендациях я показываю, как мы называем объект, выделяем его действия, перечисляем объекты, в которых названные действия хорошо выражены. Воробей что делает, да, он может прыгать как кузнечик, он может суетиться как мышь, он может чирикать как что-то, кто-то и так далее. И вот, пожалуйста, текст загадки. Прыгает, но не кузнечик, суетится, но не мышка. Детишки обгадывают, кто это, да. Вот вам три модели, по сути, которыми я подвела, да, вас, уже основываясь на тех примерах из опыта работы с детьми, какой и что бывает таким же, что делает и что или кто делает так же, и на что похоже или чем отличается. В данном случае здесь не только сравнительная конструкция, но и сравнение по аналогии, по признакам, которые могут быть, еще раз повторяю, цвет, размер, форма, запах и так далее, и так далее. Далее посмотрим, как можно составить загадку на основе метафоры, напомню, модель номер один. Что может быть блестящим? Блестящим может быть монета. Что может быть шипящим? Шипящим может быть вулкан. Что может быть круглым? Круглым может быть арбуз. Усложняем задачу. Мы уже, ну, например, задача стоит следующая. Задача стоит следующая. Дальше мы с вами загадываем, что собой представляет самовар. Что представляет собой самовар. Какой самовар может быть по цвету? Блестящий. Мы записываем это слово в правом столбце. Помните, я говорила, как работаем с таблицами. Дальше. Какой самовар по действиям? Он шипящий. Заполняем вторую строчку левой части страницы. А какой он по форме? Круглый. Далее. Находим признаки, свойственные другим объектам. Вот вам готова загадка. Блестящий, как начищенная монета. Шипящий, как проснувшийся вулкан. Круглый, но не спелый арбуз. Кто это или что? Это самовар. Точно так же. Точно так же. Точно так же. Мы можем придумать загадку еще одну по модели номер один. Желтая, как солнышко. Круглая, как помидор. Сладкая, как сахар. Вот вам загадка о репке. Загадка о репке. Единственное, что еще можно порекомендовать при работе по составлению загадок, то это, конечно же, четко, когда мы осваиваем модель, какой, что бывает таким же на активном уровне, мы можем детишек своих познакомить с особенностями сравнения. Загадки можно составить на основе занижения свойств. Например, самовар же может быть похож не только на начищенную монетку, но самовар может быть тусклым, как нечищенные ботинки, например. И завышение, как мы с вами сравнивали с монетой. И когда мы составляем по модели номер один с вами загадки, то здесь как раз применим принцип, основанный на занижении свойств или их завышении. Следующая модель номер два. Напоминаю вам табличку, как можно составить загадку о еже, то вот уже по признаку действия. Колется, но не елка. Катится, как колесо. Кусается, как собака. Это и детки уже отгадывают, кто или что это. Кстати, по работе с моделью два можно использовать еще разные, по опыту приведу в качестве примеров, те признаки, которые детишки выделили по ежику. Что делает ежик? Он пыхтит, собирает, семенит. То есть пыхтит, как кто или что. Пыхтит, например, как новенький паровозик. Вот вам пример использования сравнения на завышение свойств. Или пыхтит, как старый чайник. Сравнение уже на занижение свойства. Собирает, как хорошая хозяйка. Мы завышаем свойства. Или собирает, как жадина. Сравнение на занишение. Семенит, как ребенок, который учится ходить. Снова признак на завышение. Или семенит, как старый дедушка. Сравнение на занижение. И в итоге мы можем получить вот такую загадку, которую составили детишки. Если прием завышения, то получилось. Пыхтит, как новенький паровозик, собирает, как хорошая хозяйка, семенит, но не ребенок, который хочет ходить, учится ходить. Или на занижение построена загадка про того же ежика. Пыхтит, но не сломанный чайник, собирает, но не жадина, семенит, как старый гном. Вот вам загадки, две загадки, придуманные детишками по поводу ежика. То же самое можно и построить по алгоритму модель 3. Напоминаю вам таблицу, которую чуть ранее демонстрировала. На что похожий выделяем признак, чем отличается, например, как мяч, но большое, как звезда, но очень яркая, как блинчик, но не съедобная. То же самое, например, загадка про гриб. На что похож гриб? Обычно детишки говорят на гномика, на мужичка. А чем он отличается от мужичка? А у гриба нет бороды. На что похож? На дом без окон. А еще на зонтик. Но у зонтика тоненькая ручка, а у грибка нет. И текст получившейся загадки итоговый в процессе обсуждения. Обсуждение может минут 10-15. И воспитатель параллельно синхронно может одну или две даже таблички составить. И получается вот такая загадка про грибок. Похож на мужичка, но без бороды. Похож на дом, но без окон, без дверей. Как зонтик, но на толстой ножке. Вот такие метафоры, свойства метафоры, которые используются в практике составления загадок. В младшем школьном звене, ну и возможно и с дошкольным возрастом, старшим, младшим школьным возрастом, можно уже усвоенные детьми конструкции сравнительные и приемы алгоритма составления метафор использовать в работе с рифмованными текстами. И вот здесь можно предложить поработать с так называемым жанром лимерик. Это стихотворение, по которой, наверное, в настоящее время я с трудом смогу вам назвать какую-то сложившуюся методику. Есть отдельные лингвометодические технологии, приемы, но вот сложившиеся методики по работе с рифмованными текстами, к сожалению, в настоящее время отсутствуют. И авторы обычно предлагают различные варианты для развития словесного творчества детей. Вот лимерик, еще раз повторяю, это такое короткое стихотворение, которое состоит из, как правило, пяти строчек, написанных в жанре нелепицы или нонсенса. Кстати, такие рифмованные тексты впервые появились в иерландском городе Лимерик, поэтому и название соответствующее получили. Ну и непревзойденным мастером этого жанра считался поэт и художник Эдвард Лир еще в начале 19-го столетия. Ну вот реанимируются такие жанры и очень обладают большим глубоким потенциалом, на мой взгляд, в работе с нашими детьми, именно в подготовке упражнений по развитию речи. Ну, характеристика вот того, что представляет собой лимерик, дана вам на слайде. И модель соответствующая мной представлена в табличном варианте. И вот четвертой строчкой мы с вами как раз здесь даем, вот ту конструкцию выдаем, кладем в основу того, что дети уже обучились делать, хорошо усвоили. Это конструкция метафорическая. Вот такие примеры лимериков дети создали на основе картин предложенных. Это, кстати, тоже достаточно сложный вид работы описаний по картинке и составлений как раз в процессе обсуждения таких рифмованных текстов. Жил-был старичок меж ульями, от пчел отбивался он стульями, но не учел числа этих пчел и пал смертью храбрых меж ульями. Или жил-был медведь болотный, был он добр, но очень мокрый. По болоту он ходил, всех лягушек подавил. Вот какой неуклюжий был медведь. Масса. Не бойтесь, пожалуйста, того, что лимерики могут потерять свою рифмовку. Если хотя бы две строчки будут рифмованными, на мой взгляд, это уже достижение. Наша главная задача, чтобы в лимерик заложить сравнительную конструкцию, метафорическую фразу или то, что мы с вами заключаем в загадке. Вот такие рифмованные тексты, не в пятистрочные, а поменьше, конечно, можно уже с трехлетнего возраста обучать, начинать. А вот такие сложные конструкции уже дошкольный возраст, младшее школьное звено. Конечно, основная форма работы, как мы с вами привыкли с этим возрастом играть, это игровые задания и упражнения, которые мы проводим с детьми в определенной последовательности. Ну и, конечно же, в процессе составления лимериков мы, как педагоги, должны направлять детей использовать только литературные слова и избегать повторов. Ну, таким образом, позвольте, подводя уже к итогу, к заключению того, о чем мы сегодня говорили, обобщить следующим образом, да, что вот то, что человеком установлено некое представление о сходстве, о соотношении предметов, это всегда дает почву для развития так называемой многозначности, да, это языковое явление, а на основе многозначности мы уже с вами довольствуемся тем, что, цитирую известного психолингвиста, имеющимися звуковыми комплексами, реализуя тем самым ассоциативный потенциал, то есть то, на основе чего схожесть каких-то объектов, да, вызвала, языкового знака в области связи между формой знака и содержанием. И на материале речи ребенка дошкольного и младшего школьного возраста реально проследите, вы тому свидетели, что именно и с чем именно сравнивается, какие аналогии и в каких случаях берутся за основу, и каким образом выражается метафорическое значение, в том числе и с помощью вспомогательных средств, когда перед нами не однословная, а развернутая метафора, которую сегодня я обозначила как метафорическая фраза, да, это может быть либо сложный образ, либо двойная, тройная аналогия, которая предполагает уже не только один, но два, три и более критерия сравнения. В познавательной деятельности задействована, конечно, метафора, да, она компактна, очень удобно для говорящего реализует свою объяснительную, эвристическую, то есть познавательную функцию. Ну и как показывает собранный материал минимальный, который можно заложить уже в картотеку, в речи ребенка складывается особого рода метафора, которую мы с вами вполне можем квалифицировать по всем компонентам, приравнивая это к такому языковому явлению, как метафора. Это сложное достаточно явление, потому что и на этапе УГ и ЕГ очень часто дети и учителя на повышение квалификации задают вопрос, чем метафора отличается от эпитета, например, потому что эпитет – это образное, красочное сравнение, а метафора – это скрытое сравнение. По филологическим имеющимся вообще классификациям метафору как разновидность эпитетов очень часто многие исследователи рассматриваются, но четко для себя различаем. Метафора – это скрытое сравнение. Эпитет – образное, красочное определение. Вот в завершение я всегда студентам привожу такой пример, когда с ними тоже работают, повторяем лексические средства образности, есть творческие задания, где уже более сложные, уже для этого контингента и возраста. Есть такая удивительная пастернаковская строчка – «Воробушкам набухла сиреневая ветвь». И сравнение, и метафорический образ лежат в основе очень сложного языкового явления, как эпитет. И уже здесь мы разбираем поэтапно, с чего есть пошло, и сравнение привозим, и так далее. Поэтому об этом и не только можно пополнять свои знания и из того источника, что сегодня я вам представила, и наиболее, на мой взгляд, такие интересные, с примерами и подробным описанием, базирующимся на научном исследовании, сравнении. Это вот работы Татьяны Александровны Игридиной. Я с ней лично на конференциях тоже встречаюсь, и мы частенько говорим на эти темы. Список источников я традиционно вам тоже предлагаю. И благодарю вас за внимание, за работу, за поддержку. И если есть вопросы, я, конечно, с удовольствием отвечу. Так, сейчас примеры ваши замечательные. Те, кто даже чуть позже присылали, спасибо большое. Молодцы, очень-очень повезло вашим детишкам, с кем вы работаете, потому что я уверена, вы вместе с ними очень интересные, благодатные примеры будете давать из жизни, что только детишек наших будет... Так, в этом еще раз посмотрю. Может быть, так, в чате не вижу, не вижу. Так, ну, здесь нет. Ну, я так понимаю, всем понятно и все принято. Очень надеюсь, очень надеюсь, что информация пригодится вашей личной работе, вашей педагогической практике, в пополнении ваших картотек игр. Желаю вам только всего самого хорошего и до следующих встреч. Презентация будет передана, и вы ее сможете загрузить себе в случае необходимости. Всего доброго. До свидания.